Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим 5 масштабных моделей из польской журнальной серии от издательства The Agostini, а также я вам покажу некоторые модели из российской журнальной серии, которые выходили ранее. И мы посмотрим, чем отличается российский вариант от польского аналога. И также на задний план я поставил одну масштабную модель от производителя Ixo, это Fiat Panda. Как видите, я аналогичную машинку приобрел в журнальной серии. И мы также посмотрим, стоит ли покупать более дорогой и детализированный аналог сразу, или проще приобрести более дешевую модель из журнальной серии и самостоятельно ее доработать. И как видите, эти модели запакованы в блистеры. Я пока что не стал их распаковывать, чтобы показать вам, какие дефекты встречаются на этих моделях. И как раз в этом видео мы распакуем модели, посмотрим, есть ли какие-то, скажем так, повреждения на лакокрасочном покрытии, сломанные элементы и, в принципе, на что стоит обращать внимание при покупке данных моделей. И у моделей из польской журнальной серии отличается блистер. Как видите, подложка блистера выполнена в сером цвете. Также здесь есть логотип компании Ist. На моделях из российской журнальной серии этого логотипа нет. Естественно, надписи нанесены на русском языке. Но, в принципе, на этой модели визуальных дефектов нет, за исключением того, что покрышка одета не совсем корректно на заднее колесо. Я думаю, это можно исправить. Следующая модель – это модель Fiat 132. Это дальнейшее развитие автомобиля Fiat 125, который, в свою очередь, является развитием модели Fiat 124, всем известной Жигули первой модели. И, кстати, у этого автомобиля, видите, отклеилось водительское кресло. Оно болтается в салоне. Я думаю, его тоже можно будет приклеить на свое место без проблем. Дальше идет модель Volga GAS 2402. Универсал на базе 24-й Волги. Конечно, не совсем обычный сиреневый цвет. Я думаю, что в такой цвет настоящие автомобили не красили. Но, тем не менее, модель очень эффектно смотрится. И она хорошо дополнит мою Volga в зеленом цвете, которая уже выходила в российской журнальной серии. Дальше идут две одинаковые модели. Это GAS 3102 в белом цвете. И я приобрел две модели, потому что на одной модели я хочу исправить вот это неправильное лобовое стекло и покрасить ее в черный цвет. Свою модель я не хотел перекрашивать, потому что хотелось оставить ее в таком виде, в котором она есть. Но, в принципе, видите, теперь у меня появилась возможность, скажем так, сделать более правильный вариант этой Волги. Ну и точно такая же Волга, чтобы оставить ее в белом цвете. И, как видите, у нее уже есть небольшой недостаток. Смазанный задний номер. Посмотрим, есть ли какие-либо дефекты еще. Ну, давайте начнем распаковывать наши машины. Начнем с Fiat. Сейчас я вскрою блистер. Аккуратно, чтобы его не повредить. Чтобы модель можно было в нем хранить. Вообще, иногда так заклеивают эти блистеры, что отклеить его без повреждений не представляется возможным. Я просто лезвием аккуратно разрезаю днище. И тогда, в принципе, потом можно модель поставить на свое место. Эти модели я заказывал из Литвы. А сама журнальная серия продавалась в Польше. И цена на каждую модель составляла что-то порядка 240 рублей. Конечно, не так дешево, но, в принципе, дешевле, чем рекомендованная цена на эти модели в России. В России, я смотрел сейчас, в принципе, большинство моделей продают за 600 рублей. Конечно, эта цена уже завышена. И за такую цену, я думаю, не стоит покупать эти масштабные модели. Ну вот, достал Fiat. Он окрашен в такой довольно интересный голубой цвет. И это, в принципе, итальянский аналог всем известной Таврии. В принципе, видите, у них похожий размер. Даже модели чем-то похожи друг на друга. Просто Таврия более, скажем так, аэродинамичная. Но, тем не менее, по размеру они примерно одинаковые. У модели черный неокрашенный салон. Видите, есть отдельный дворник, отдельное зеркало заднего вида, отдельные фары ближнего света. Здесь есть имитация польских номерных знаков. Довольно просто выполнены колесики. Вот видите, покрышка была не совсем корректно установлена. И она, по-моему, немножко деформировалась. Но я ее потом нагрею в горячей воде и посажу на свое место. Вот передняя покрышка тоже не совсем ровная. Очень простое днище. Есть имитация выпускной системы. Ну, в принципе, видите, красные задние фонари. Их, конечно, следует раскрасить на сектора поворотников, сектора заднего хода. И сейчас для сравнения покажу вам аналогичный Fiat с уже, видите, раскрашенным салоном. Также у него передняя светотехника выполнена в желтом цвете. Это, скажем так, такой французский вариант. Французские номерные знаки. И раскрашены, видите, отверстия на фальш-электронной решетке. По большому счету, все это можно сделать самостоятельно. Также, видите, раскрашены колесные диски. На этой модели они просто покрашены серебрянкой. Ну и раскрашена задняя светотехника. Опять же, это вы можете сделать самостоятельно. И единственное, то, что, в принципе, самостоятельно не получится сделать, это нанести обогрев заднего стекла. Хотя некоторые умудряются аккуратно лезвием, скажем так, вытачивать на обычных стеклах эти ниточки. Ну и здесь есть насадка на выпускной системе. Это тоже можно сделать самостоятельно. Здесь, видите, ее нет. Так что, я думаю, что при желании можно сделать модель и журнальной серии не хуже, чем ее более дорогой аналог от X. Ну давайте рассмотрим теперь Fiat 120, точнее 132. В принципе, этот Fiat ничем не примечательный. У него такой, скажем так, посредственный дизайн. На самом деле, 124 Fiat намного более привлекательный. Единственное, плюс этой машины, то, что она большего размера, чем 124 Fiat. Ну вот, видите, модель окрашена в бежевый цвет. Как я говорил ранее, у нее болтается водительское сиденье. Отдельные дворники, отдельное зеркало заднего вида. Также, видите, отдельные фары ближнего света. Хотя поворотники нанесены просто краской. Опять же, польский номерной знак. Здесь вот есть скол на переднем крыле. Нужно будет подобрать краску и его аккуратно закрасить. Ну, вот сиденье болтается в салоне. Ну, в принципе, довольно хорошо выполнены колесные диски. Но, опять же, ничего особенного здесь нет. Ну, более-менее нормальная имитация днища. Опять же, просто красные задние фонари. Нужно будет обозначить самостоятельно сектора поворотников, сектора заднего хода. Ну, в принципе, вот видите, такая ничем не примечательная модель. Чем-то мне она напоминает Альфа Ромео. У Альфа Ромео была старая, тоже такая довольно большая модель. Я не помню, какой индекс у нее был. Что ли? 164. В принципе, тоже довольно похоже на данный Фиат. Ну, давайте рассмотрим теперь модель Волги. ГАЗ-2402. Я думаю, эта модель более интересная для собирателей моделей и журнальной серии. Вообще, я смотрю, мало кто собирает иностранные журналки. Как-то больше российский пользователь собирает именно советские машины. Вообще, за свою цену модели вполне приемлемы. И, конечно, при небольшой доработке они смотрятся намного лучше, чем изначальные варианты. И почему я покупаю модели журнальной серии? Потому что, в принципе, такие Волги, например, или модели запорожцев от производителя Дип не накупишься. Они стоят уже порядка 4000 рублей. Да и не все производители выпускают всю линейку советской техники. А здесь за относительно невысокую цену вы можете пополнить свою коллекцию такими интересными автомобилями. Ну, видите, у модели опять же черный неокрашенный салон. Вроде дефектов на этой модели нету. За исключением того, что она заляпана каким-то непонятным маслом. Нужно будет это все оттереть. Ну, довольно аккуратная покраска. Опять же, отдельные дворники, отдельное зеркало заднего вида. Обзор на аналогичную Волгу я уже делал. Поэтому в этом видео детально вникать во все элементы модели мы не будем. Кому интересно, тот может найти видеообзор на аналогичную Волгу на моем канале. Ну и, в принципе, покажу вам Волгу из российской журнальной серии. Как видите, у нее серебрянкой обозначена окантовка на боковых окнах. Этого нету у модели из польской журнальной серии. Зато у модели из польской журнальной серии обозначен молдинг на задней двери, а на модели из российской журнальной серии он не обозначен. Как-то вот странно так выбирают, что обозначать на моделях. из разной жирной серии. Ну, в принципе, насчет цвета не знаю. Честно сказать, цвет очень необычный. Мне больше нравится зеленый вариант. Напишите в комментариях, какая Волга вам больше нравится. В принципе, для советской машины такой цвет очень необычен. Ну, и на этой модели я уже зачернил фальшизерную решетку. Видите, здесь она просто серебристая. Надо будет тоже на эту Волгу зачернить. Возможно, на эту Волгу я поставлю решетку и колесные диски от Волги ГАЗ-2410. У меня есть несколько вариантов таких Волг. И будет такая, скажем так, переходная модель, потому что изначально с мордой А2410 я универсал не покупал. Ну, и давайте рассмотрим ГАЗ-3102. Вообще, с Волгами и с журнальной серией какие-то проблемы. Каждая модель имеет очень существенные недостатки. И, в принципе, эти модели долгожданные. Для многих собирателей эти модели представляли большой интерес. Но после выхода каждой Волги начинаются, скажем так, бурные дискуссии о всех недостатках этой модели. Вот помните модель ГАЗ-31029? Это вообще ужас. Она не похожа на оригинальный прототип. Ну, вот наша Волга в белом цвете. Черный неокрашенный салон. Здесь есть какой-то мусор в салоне. Отличие от модели из российской журнальной серии – это другие номерные знаки. Здесь я уже, конечно, поставил свои номерные знаки. Также цвет, видите, зеркало заднего вида. Цвет дворников отличается. Задняя часть одинаковая. На своей модели я уже доработал задние фонари. Ну, на свою модель я поставил другие колесные диски. У оригинальной колесные диски точно такие же. И, как видите, здесь, опять же, неправильное расположение дворников. Когда вы будете дорабатывать эту модель или перекрашивать, то советую вам просверлить дырочки в правильных местах, а эти отверстия заделать, потому что дворники смещены очень сильно в правую сторону. Но других отличий между моделями нет. Видите, все тоже длище. Единственное, здесь другая надпись. Volga Gas 3.02 на английском языке. Какой-то мусор на задней части. Ну, покрашена она более-менее нормально. В принципе, вопросов по покраске на этой модели нет. Ну, видите, здесь я уже доработал фальшерельную решетку. Советую на вашей модели тоже обозначить очки на фарах и затонировать решетку радиатора. Модель будет смотреться намного лучше. И здесь я уже, видите, пересверлил отверстие, но вот эти дырочки старые я не стал заделывать. Все же нужно будет перекрашивать эту модель. Возможно, я ее со временем когда-нибудь перекрашу. А может, оставлю как есть. Ну, давайте рассмотрим последнюю Volga. Она ничем не отличается от предыдущей Volga, но, возможно, на этой Volga есть какие-нибудь дефекты. Помимо испорченного заднего номерного знака. А, ну здесь еще немножко испорчен бампер, видите. Здесь такое ощущение, как будто или клей, или какой-то растворитель пролился, видите. Хром тоже испортился. Ну, не страшно. Я попробую подкрасить бампер. Ну, вроде бы других дефектов на этой масштабной модели нет. Все элементы на месте. Иногда бывает так, что купишь модель, и у нее отсутствует какой-либо элемент. Я помню, когда вот эту Volga я покупал, у нее не было одного заднего бокового окна. Мне пришлось с донора ставить сюда новое окошко. Ну, на самом деле в черном цвете модель смотрится более эффектно. Я думаю, что многие из вас привыкли видеть ГАЗ-3102 именно в черном цвете. Поэтому одна модель у меня пойдет под перекрас и под исправление этих недостатков. Ну, вот видите, дворник не успел достать, уже дворник отвалился. Вот такое качество сборки. Классно. Такие замечательные модели. В принципе, я думаю, что многие из вас уже имеют аналогичные модели в российской журнальной серии. Так что, если вам попадется модель из польской журнальной серии, то, в принципе, можете смело покупать. За исключением другого цвета, в принципе, модели больше ничем не отличаются. Спасибо за внимание. Это был небольшой видеообзор пяти моделей из польской журнальной серии от издательства до гостине. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok